Добрый день, дорогие друзья! Рады видеть каждого из вас на нашей программе «Этот день с Богом». Вместе с вами здесь мы читаем небольшой отрывок из Священного Писания, а также духовные размышления для того, чтобы начать и провести этот день вместе с Богом. Символ Царства Христова Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Даниилу было дано видение, в котором он увидел зверей, символизирующих земную власть. Символом Мессии и его царства был Агнец. В то время как в земных царствах правление осуществлялось физической силой, Христос отвергал оружие и методы принуждения. Его царство должно было быть установлено, чтобы возвысить и облагородить падшее человечество. Принесение первой жертвы было для Адама высшей степени мучительной церемонии. Своей рукой ему предстояло отнять жизнь, которую мог дать только Бог. Убивая невинную жертву, он содрогался при мысли, что за его грех прольется кровь непорочного Агнеца Божьего. Он глубоко и ясно осознал весь ужас своего преступления, которое не могло быть искуплено ничем иным, как только смертью любимого сына Божьего. Адам поражался безграничной благости, которая заплатит столь огромный выкуп ради спасения виновных. Звезда надежды освещала мрачное и страшное будущее. Образы и тени системы жертвоприношений, а также пророчества давали израильтянам нечеткое, неясное представление о милосердии и благодати, которое должно было принести миру откровение Христа. Моисей увидел, что человек сможет соблюсти нравственный закон лишь через Христа. Приступив этот закон, человек принес в мир грех, а вместе с грехом пришла смерть. Христос стал искупительной жертвой за грех человека. Он предложил совершенство своего характера взамен греховности человека. Он взял на себя проклятие непослушания. Жертвы и приношения указывали на будущую жертву, которую ему надлежало принести. Жертвенный Агнец служил прообразом Агнца, которому предстояло понести грех мира. Законы Евангелия находятся в совершенном согласии, подкрепляя друг друга. Во всем своем величии закон обращается к совести грешника, заставляя его ощутить нужду во Христе как жертве за грех. «Евангелие признает силу и непреложность закона». «Я не иначе узнал грех, как посредством закона», – провозглашает апостол Павел. Ощущение греховности, порождаемое законом, приводит грешника к спасителю. В свою защиту человек может выдвинуть могущественные доводы, даруемые ему Голговским крестом. Он может отныне претендовать на праведность Христа, которая вменяется каждому кающемуся грешнику. Символ Царства Христова. Друзья, каждому из нас дан этот символ Царства Христова для того, чтобы наш грех мог быть понесен Христом. Этот агнец был принесен в жертву за грех каждого из нас. И прямо сейчас в личной и тихой молитве мы можем воздать благодарность нашему Богу за этот удивительный дар Его Сына. Приглашаю вас к молитве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok